Добрый день! Сегодня мы рассмотрим трешку от нового бренда. Компания называется MS-Cube, а кубик MS-3 V1. V1 первая версия. Так как версия первая, еще не все отработано, и мешочек с подставкой, которые идут в комплекте, в коробочку не поместились. Возможно, в будущем будут их как-то туда утрамбовывать, либо что-то поменяют в упаковке, но пока это все было снаружи. Сама коробка беленькая, с зеленым шрифтом. Открывается легко. Кстати, здесь нарисован кубик в черном пластике, но я в продаже такой не видел. Сразу встречает карточка, как у Ганов это было сделано, номерной. Видимо, я надеюсь, что во всех кубиках эта карточка будет разной, иначе зачем здесь номер? Ну, такая вот красивая, детям поиграть. Сам кубик. Здесь на коробке мы видим логотипчик зеленый, а на самом кубике розовый. Существует две версии, зеленая и розовая. Включаются они системой магнитов. В розовой версии двойная система магнитов, а в зеленой обычная. Ну, я, естественно, взял более наворочную. Разница всего лишь в 3 доллара. Здесь внутри кубик крепко сидит в таком мягком материале, и коробочка с аксессуарами. В коробочке есть такие вот удобные штуки, за которые, по идее, надо было хвататься и открывать. Но я открыл, видимо, с другой стороны. Сейчас даже порвал. Что внутри? Лучше всего. Еще немножко. Смотрим. Здесь два дополнительных логотипа. Но они оба зеленые. Логотип здесь наклеен. Значит, со временем может отделиться от кубика и быть утраченным. Но почему на замену только зеленый? Сделали хотя бы зеленый и розовый? Не знаю. Но пока так вот. Дальше. Два пакетика с пружинами. Скорее всего, это пружины разной жесткости. Они запасные. Должны быть одни более мягкие, другие более жесткие по сравнению с теми, что в кубике. Но меня устроили стандартные. Дальше. Набор запасных деталек. Запасная крестовина. И вот такие вот гаечки. Чуть позже рассмотрим их подробнее. И также две инструкции. Одна с методом Фридрих. Судя по всему, и методом для начинающих. Здесь метод для начинающих. Здесь метод Фридрих. Все по-китайски, только формулы по-английски. Второй инструкции показана система регулировки, которая отличается от остальных моделей. Других производителей. Здесь по-китайски, здесь по-английски. Вернемся к этому. Многие знают, что одновременно ко мне приехали МС-3 и Ганн СКьюб. Изначально я планировал публиковать видео по СКьюбу. Но про него никто ни разу не спросил. А про МС-3 спрашивали многие. Поэтому сегодня МС-3, а СКьюб вы увидите через недельку. Подробное видео. На нем уже тысяча сборок открученной. Все хорошо. Да, этот кубик у меня уже давно. Я его долго, тщательно тестировал. И сейчас, перед записью видео, решил посмотреть, а сколько он стоит в российских магазинах. Каково же было мое удивление, что он мало где продается. Но вообще я не нашел, где его можно купить. И лишь в одном из магазинов написано, что его нет в наличии. И указана цена 2750. Да, это топовая головоломка. Но если сравнить с китайскими ценами, где вот эта модель, которая на 3 доллара дороже, стоит 25 американских долларов, по сравнению с Ганн 11М, который стоит около 50. То есть МС-3В1 стоит в два раза дешевле, по сравнению с Ганн 11М Про. Ну и на уровне с такими урезанными версиями, как 356М, ERM, которые из дорогих версий что-то убрали и выпустили продавать отдельно. Стоит отметить, что этот кубик создан бывшим дизайнером компании Ганн. Об этом многие говорят и как бы считают, что это конкурент Ганну. Давайте разберемся, так ли это. Кубик имеет стандартный размер 56 мм, то есть полноразмерный кубик. И у него вес около 80 граммов, что больше тех 65, что у Ганна 11. Да и у того же Гухонга вес был меньше, чем у МС. То есть кубик не особо легкий, ну и не тяжелый. Тенденция сейчас идет к облегчению головоломок. Здесь вес хоть небольшой, но есть. И чуть больше, чем у самых легких моделей. Хорошо ли это или плохо? Ну, на любителя. Мне понравилось. Я открутил на нем уже более тысячи сборок. Делал это не сразу, постепенно, с некими перерывами, так как тестировал одновременно много головоломок. И изначально кубик мне понравился не очень. И когда меня в комментариях спрашивали, как мне МС-3В1, я говорил, что с Кьюб меня радует больше. И это действительно было так. 100 сборок первых я кручу на базовые настройки. И эта базовая настройка мне больше напомнила кубик The Walk 3 Elite M компании ЧАИ. Вот такой же кубик, у которого, так же как и у МС, есть магниты на центрах. И для меня это не очень интересное решение. Мне не нравится, как работают магниты, которые установлены под крышкой центрального элемента. Так как усилия схватывания этих магнитов приходится именно на центр, а края какие-то такие неприятные, становятся слишком легкие. То есть получается у центра усилия больше, по краям меньше. Мне некомфортно. Возьмешь тот же валк, покручу его, вроде бы ничего. Начинаешь крутить сотку, понимая, что что-то здесь не так, чего-то не хватает. Вот сейчас я взял его покрутить одну сборку. Да, вроде ничего так, кубик. Но если его крутить дольше, то это уже чувствуется. Ну и так как я GAN-11M не покупал, с ним сравнить я, конечно, не могу. А вот с этим, да, есть что-то похожее. И это похожее мне не очень понравилось. Поэтому я так критично о нем отзывался о первой сотне сборок. Базовая настройка кубика мне не понравилась, я решил ознакомиться с системой регулировки. Открываем крышечку, наблюдаем вот эту гаечку. На картинках она выглядит куда симпатичнее, цифры все видны, а на самом деле все одноцветное. Эту проблему, видимо, технологически решить трудно, что у GAN-ов, что у других производителей. Ну, а здесь как-то хоть цифры разные, они как у GAN-06-08, которые и так похожи. Ну, а бесцветные они еще совсем сливаются. Ну, пока не придумывали ничего лучше. Здесь мы видим цифры от 1 до 5, с двух сторон и две стрелочки. Внешняя стрелочка отвечает за уровень натяжения самой пружины. Вот такие пружинки стоят внутри. Ну, видимо, что-то среднее между этими двумя комплектами. Один, наверное, помягче, другой пожестче. Я их не ставил. Вот эти пружины либо сжимаются, либо ослабляются этой регулировкой. В комплекте нам предусмотрительно положили крестовину и дополнительные гайки. На них можно посмотреть, как это работает. То есть сама гайка, она как бы из двух частей. Одна часть вставляется вот в такой форме крестовину. И здесь вот похоже на numerical, крестовину от GAN-ов, но с отличиями. Дальше. Вот эта гайка, она изначально должна была на этой ножке быть одета. Если не ошибаюсь. Да, вот сюда. И уже после этого вставлено. Все, вставили. И мы можем здесь как-то это дело поворачивать. Между всем этим хозяйством должна быть, наверное, пружинка. Вставляем пружинку. И опять помещаем все на крестовину. Все, конструкция готова. Теперь мы видим, как работает система. Вот мы затягиваем, затягиваем, затягиваем. И соскакивает. Щелчки. Так, и, соответственно, если мы нажимаем, мы переставляем саму крестовину. В одном из положений можем ее извлечь. Нажимаем и что-то крутим. И, видимо, в этот момент здесь как-то оно по-разному себя ведет. Как-то так это работает. Не совсем понятно с крестовиной. Видим, там какое-то разное расстояние. Где-то какие-то выступы, еще что-то. Но смысл-то в чем? Хоть и непонятно, но оно работает. Ну, а теперь почитаем инструкцию, в которой подробно написано. Здесь говорит, что это уникальный дизайн крестовины и всякого прочего. И есть у нас настройка tension пружины и core крестовины. Изначально нужно открыть центральную крышку, посмотреть, что там. И повернуть почтовую или наоборот на эту самую гайку. Изначально настройка гаек стоит на тройке. Default NAT и SET AT 3. Простите мне мой английский, но как умею. То есть, изначально стоит на троечке. Это как раз вот эта внешняя стрелка. И мы вращаем туда-сюда. Читаем дальше. Core Tuning. Здесь мы видим, что нужно нажать на центральную часть и поворачивать по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Если мы посмотрим, насколько я понял, именно на вот эти детальки, то здесь есть три положения. Одно по центру, можно извлечь. Также, если мы засунули эту деталь внутрь, то можно повернуть по часовой стрелке и вставить в паз, либо повернуть против часовой стрелки и вставить в паз. И вот это положение направо и налево дает разный зазор вот этой синенькой детальки, относительно красной. Ну и, вероятно, как-то это влияет. И тут нам показывают, что если повернуть по часовой стрелке и против часовой стрелки, что будет. И говорят, что изначально установлен сет А. Чтобы получить сет А, нужно поворачивать по часовой стрелке. Как-то так. Ну а чтобы получить сет Б, нужно повернуть против часовой стрелки. Получается, по часовой станет жестче, против часовой более расслаблено. Как-то так я понял. И, судя по всему, вот эти запасные гайки, они точно такие же, как и эти красные. Вроде бы. Так как вот эти зазоры, они определены именно крестовиной, а не вот этими элементами. Мне выходит так, кто понял, лучше напишите. Но смысл-то в чем? Я установил внешний круг сначала на пятерку. И мне показалось, что это не очень. Слишком жестко. Я вернул чуть назад. Изначально было на тройке. Я поставил на пятерку, не понравилось. Вернул на четверку. И на этой четверке собираю до сих пор. При желании можно вращать крестовины туда-сюда. Это как-то что-то еще поменяет. При желании еще можно поменять пружины. Тоже посмотреть, как и что. Здесь получается целых три варианта регулировки. Единственное, чего здесь нет, это регулировки магнитов. И при всем при том, не совсем понятно, зачем вот эта вот центральная черненькая стрелочка нужна. Так как она это одно целое с внутренним элементом, на котором нарисованы цифры. Вероятно, она показывает направо или налево у нас повернута крестовина. Ну, видимо так. Ну, относительно чего это смотреть, не совсем понятно. Проще просто опытным путем проверить. К примеру, вот моя желтая грань должна быть, по идее, направо до упора. Вот направо она больше не крутится. Если налево, то можно вот налево повернуть. Что у нас здесь поменялось? Да, не поймите, чего поменялось. Ну, возвращаем на правую сторону. Как мне было изначально. Проверяем, не сбил ли я остальные настройки. Все на месте. Собираем кубик воедино. Вроде разобрались, но теперь давайте о моих впечатлениях по поводу этого кубика. Изначально он мне не понравился. Потом, покрутив, я стал к нему привыкать. Настроил его под себя. Единственное, переместил гайку стройки на четверку. И он стал мне нравиться. Смазывал только белой мару. И все более ничем. Между какими-то сотнями сборок я делал небольшие перерывы. Отвлекался. И, возвращаясь к кубику, получал только удовольствие. В итоге, я на этом кубике улучшил свой сингл. Он стал 10,18. Не саб-10 обидный. Видео я уже выпускал. Наверное, видели. Я улучшил сотку. Она стала, наконец-то, менее 15 секунд. И я уже почти стабильно это держу. Ну, до этого у меня было 15,5. А теперь вот 15. Иногда меньше 15. И это хорошо. Это кубик, который позволяет на нем делать сборки. И получать от этого удовольствие. Предыдущий такой был у Даян Гухонг. На нем я тоже улучшил сотку. И я очень доволен вот этим кубиком. Он не особо дорогой и просто отличный. В нем так же, как и в МС, нет регулировки магнитов. Но я считаю, чем делать регулировку магнитов плохую, лучше ее не делать совсем. Да, здесь можно купить версию со стандартной системой магнитов. Здесь двойная. Давайте, наверное, кубик соберем и немножко посмотрим строение головоломки. Вдруг это кому-то еще интересно. Не очень тихий кубик, но терпимо. Внутренний окрашенный пластик. Вот ребро. Мы видим магнитик здесь и видим магнитик вот здесь вот на ножке. Это тот самый магнит, который соприкасается с центральным элементом, где установлен ответный магнит. И в этом как раз суть двойной магнитной системы. Если видно на камере, то здесь узор такой паутинкой. Ну, наподобие сот, как у Гана, для лучшего распределения смазки. Но здесь паутинка. Типа своя фишка. Ножка такая изящная, красивая. Видимо, старались, работали. Дефектов каких-то особых не вижу. И вот уголок. Тоже из неокрашенного пластика. Тоже здесь паутинка. Ну, изначально в кубике установлена синяя крестовина и красные гайки. Ну, проверим углорез. Он есть. Есть хороший, отличный. Более 45 градусов. Ну, есть какие-то пределы, конечно. А сейчас у всех современных кубиков нормальный углорез. И это уже далеко не показатель качества. Отличный кубик. Куб, как я сказал, уже требует того, чтобы на нем собирали. Его нельзя просто так положить рядом, если руки свободны и ничем не заняты, его не покрутить. То есть, это замечательный, очень приятный и очень быстрый кубик. Иногда он настолько быстрый, что мои ленивые корявые пальцы за ним не успевают. И он в каких-то случаях начинает что-то, ну, как бы слегка локапить. Ну, это скорее только из-за того, что он быстрее, чем я. Быстрее, чем я могу крутить. На нем хочется крутить не тысячу сборок, которые я сделал, ну, как по своему обычаю, для тестирования. Потому что именно за тысячу сборок можно трешку, ну, и некоторые другие головоломки протестировать как следует. На нем хочется крутить больше. И даже, если честно, не хочется покупать какие-то другие трешки, чтобы не портить вот это впечатление. Да, это определенно один из лучших кубов современности. В то же время, я не умоляю достоинств других кубиков топовых. Мне попросили сравнить MS-3V1 с GAN XS. Я специально на нем, наверное, почти сотку открутил вчера, чтобы это сравнить. Но GAN XS никогда мой любимый куб, на котором я собирал больше, чем на остальных. Я даже проверил по приложению Twisty Timer. У меня там более трех тысяч сборок. То есть я с этим кубом ездил на соревнования, когда они еще были. Но позже вышел Dayan 2, и он сменил GAN XS. Позже пришел Guhong. Тестировались различные другие кубы, которые не стали моими основными. И GAN как-то подзабылся. И сейчас, беря ее в руки, понимаю, что это, конечно, хороший куб, но он уже другой. И после MS-3V1, такого всего легкого, быстрого, приятного, контролируемого. Да, у него магниты такие, примерно, как GAN XS максимальные. Здесь же есть регулировка магнитов. И у меня они стоят в самом сильном положении. Здесь оно изначально уже так, примерно. Легкий и хорошо контролированный куб. И мне GAN XS захотелось как-то перенастроить. И, возможно, когда-то я этим займусь. А, возможно, я откручу на нем еще пару сотен сборок, и меня-то все устроит. Я также достал свои старые отличные кубики Dayan Tanguyun 1. Замечательный, отличный, но другой. То есть все вот эти вот кубы, которые я разместил здесь, они отличные, они хорошие. Но они разные. Здесь нет одинаковых по вращению кубиков. И они все, по-своему, очень хороши. К любому из них можно привыкнуть и показывать отличные результаты. Да, я не покупал GAN 11. Возможно, стоило бы. Возможно, когда-нибудь я это сделаю, либо он каким-то другим образом у меня появится. Но не в ближайшее время. По крайней мере, в ближайшее время я покупать его не планирую. Это отличные кубики. И среди них MS3V1 мне сейчас нравится больше. Возможно, я нашел какое-то свое вот такое вот самое то, что нужно. Возможно, я настрою его как-то еще лучше. Мне это тоже понравится. Но, если мы будем сравнивать GAN 11, который стоит в два раза больше, то здесь, при том, что он полностью отвечает всем моим запросам, даже несмотря на то, что здесь нет регулировки магнитов, он стоит недорого. Я на нем улучшил и сингл, и сотку, что бывает крайне редко. По крайней мере, у меня. Как трешку я не всегда тренирую, а только при тестировании новинок. Либо перед чемпионатами, которых давно нет. Среди всех современных кубов я бы, наверное, посоветовал приобрести MS-Cube. Ну, MS3V1. Это новый бренд. И, возможно, из-за того, что он новый, выходит на рынок, он сделал так, что цена на него такая низкая. Возможно, дальше он эту цену завысит, так как увидит спрос, увидит хорошие отзывы. Сейчас он везде, наверное, скоро появится в продаже в России. Для меня удивительно, что до сих пор это нет. Кажется, что он уже так давно. Ну, или он был, докончился. Такое тоже может быть. Кубик замечательный. Могу говорить, что он, наверное, один из лучших. Ну, определенно, он один из лучших. Так как меня все равно будут спрашивать, какой кубик купить лучше. Ган-11 или MS. Я скажу MS. Даже несмотря на то, что я в руках не держал Ган-11. Он стоит в два раза дешевле. Он идеальный. Он отличный. В нем есть все, что нужно. Лучше ли он, чем Ган-XS? Ну, он дешевле и он не хуже. Одна из лучших соток у меня была красная XS. Что тоже показывает его качество. Но, опять же, MS-3 он будет дешевле, чем XS. Лучше ли MS, чем вот эти все Даяны? Ну, по крайней мере, не хуже на уровне. После MS я вот первые сборки на Гухонге сделал. И мне показалось, что Гухонг какой-то уже не такой. То есть, чтобы опять получать то же удовольствие, что раньше на Гухонге надо было его покрутить подольше. И возвращались те ощущения. Но сейчас, если выбирать Гухонг или MS, я скорее выберу MS. Если сравнивать Даян-2 или MS, я тоже выберу MS. Ну, и со всех остальных я, естественно, выберу MS. Что же лучше купить в топовом сегменте? MS. Если у вас есть Ганн-XS и вы хотите чего-то нового, то MS тоже неплохой вариант. Я не могу сказать, лучше ли он по качеству вращения, чем Ганн-11. Но по цене он определенно лучше. Да и комплектация на мешочке, конечно, вот эти такие. Но они на Ганн-XS, кстати, похожи. Не очень приятная ткань. MS-куб, золото. Ну, помещается и ладно. И вот черное с салатовым. Сочетание такое интересное. Ну, внутри он похож, что, возможно, и влагозадерживающий какой-то. Ну, не знаю. Я вряд ли буду его использовать. Подведем итоги. Топовый сегмент, наверное, MS и Ганн-11. Его очень многие хвалят. Хороший выбор. Но MS в два раза дешевле. И пока это так есть, этим надо пользоваться. В среднем сегменте, который там в районе 1000 рублей, ну, наверное, Гу Хонг и первый Тэнг Юн. Да, первый Тэнг Юн до сих пор актуальны. Всякие NGC 3 Elite, Valk 3 Elite, я не сторонник. Но если брать всякие бюджетки, я рассмотрю только магнитные кубы, то здесь, опять же, два моих лидера. Юксина Литл Мэджик магнитный и Милонг 3М. Матовый пластик, глянцевый пластик. Ждем конкурента от Диан Шенг. Возможно, он кого-то из них подвинет, либо станет третьим. Но пока так. Итого, вот она, Олесенка кубиков. Топовый, средний и бюджетный сегменты. Я долго не выделял средний ценовый сегмент в своих видео, так как обычно туда ставили какие-нибудь MGC 2, Valk Power M, давно устаревшие, так как у них там цена полторы-две тысячи, вот такое. Но как только появился Гу Хонг, я вспомнил о первом Тэнг Юне, и они где-то именно эту нишу и занимают. Там у них конкурентов нет. Эти два отличных кубика. Я разные по вращению. Ну а в топовую нишу МС-3, конечно, ворвался и останется тут надолго. И учитывая, что это первая версия, дальше будет, наверное, лучше. Будем ждать, что нам предложит бывший дизайнер Гана. А на этом у меня все. В конце видео вы увидите пару сборчик на камеру, одна из которых была уже в Инстаграме. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok